Презентация книги «Тёплые сказки» под издательством Пауте Плюс символично прошла на площадке модельной библиотеки номер 17. Она работает под лейтмотивом сохранения культурного наследия народов мира. Он созвучен с основной задумкой бестселлера – передать поколениям традиции, мудрость и истории, которые веками передавали из уст в уста на территории присутствия компании. Материал для сборника – это не просто сухие факты из глобальной сети, а предания настоящих бабушек-сказительниц. Некоторые фрагменты и вовсе впервые опубликованы на русском языке. У каждого народа есть особенность, есть традиции. Безусловно, должны быть и сказки, которые решили объединить в единую книгу. Мы их назвали «тёплые», потому что, безусловно, компания позиционирует себя с теплом, это во-первых. А другое – теплоту же можно воспринимать по-разному. Она может быть та, которая действительно идёт по трубам, есть душевная теплота. Все 17 тёплых сказок напечатаны на языке народа, в котором принадлежит история. Полное погружение в культуру обеспечивает аудиоверсия. Отсылку на неё можно найти на страницах печатного издания или на одноимённом сайте. Сказания озвучены носителями языка, благодаря чему не утеряны особые интонации, тембр голоса и аутентичность первозданного варианта истории. Картину дополняют красочные иллюстрации. Они покорят сердце даже самого искушённого читателя. Последние, в свою очередь, смогут прочесть сборник в библиотеках областной столицы. Первый тираж уже занял почётное место на полках. Но сегодня ещё областные библиотеки получили. Помимо наших городских, областные библиотеки три получили. Это Дворец книги, Оксаковская детская и Библиотека для слепых. В каждые 33 библиотеки поступит книга. Поступит она после того, как её обработаем мы, занесём её в свои фонды. И затем, я думаю, что в начале нового года она поступит на полки наших библиотек, и дети начнут её читать. Книга моментально нашла отклик среди читателей. Те, кто уже успел познакомиться с изданием, заворожены сюжетом. Кто знает, может быть, это вдохновит на продолжение истории и издание новых сказок с расширением географии её источников.